Во-первых, дорога здесь у нас в деревне не очень хорошая. У меня маленький ребенок. Нужно ездить в больницу и в перспективе в детский сад. За водой и продуктами тоже приходится выбираться в город. Плюс работа. В общем, без машины никуда. Потому Михаил с женой и приняли решение купить хороший внедорожник. Около года он сидел на форумах и в итоге подходящий вариант отыскал в Белоруссии. В 2010 году Волокжанин пригнал этот джип из Минска. Благополучно прошел все таможенные процедуры. Получил ПТС на Вологодской таможне. Поставил ее на учет в общем порядке в органах ГИБДД города Вологды. Получил номера, прошел техосмотр. Тогда он еще был. Получил страховку. Вот два года благополучно эксплуатировал автомобиль. Около месяца назад ему позвонили из отдела розыска и сообщили, что машину нужно пригнать на экспертизу. Мол, где-то в России пытаются поставить на учет джип-двойник с такими же идентификационными номерами. В итоге выяснилось, два номера из четырех ранее снимались и монтировались обратно. Еще один тоже подвергался механическому воздействию. Мне, кстати, не дали почитать заключение эксперта. Я видел его только мельком и только сегодня мне дознаватель зачитала его. Он вваривался фрагментарно. То есть кусок вырезался и вварился. Следов перебивки номера не замечен. Машину Михаил буквально выпросил на ответственное хранение, но ездить на ней нельзя. ПТС остался в полиции. Причем взамен мужчина не получил даже расписки. Теперь эксперты должны проверить последний номер. Значит, варианты развития следующие. При экспертизе, которую сейчас они будут проводить, то есть они вскрывают там часть салона, разбираются, снимают лобовое стекло, добираются до последнего номера. ВИН, значит, выявляются. То есть либо выявляется предыдущий ВИН номера, поэтому ВИН ищут предыдущего владельца. То есть если он заявлял, машина была в розыске, ему возвращают ее, этот автомобиль. Вот, то есть я остаюсь не у дел. Пока я как свидетель прохожу по головному делу, дальше что будет, я не знаю. Но даже если следов изменения не обнаружат, машины Михаил все равно лишится. Его признает владельцем, но регистрацию аннулируют. Так положено по закону. Чем закончится эта история, пока неизвестно. Получить комментарий специалистов мы рассчитываем завтра. Смотрите продолжение в программе «Позывной 35». Она выйдет в эфир завтра в 20 часов 10 минут. Людмила Малинина, Алексей Романов. Новости Вологды.